здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube вот дорогая моя россия огромная бесконечная бескрайняя мы настолько уже привыкли что у нас на дачных участках огромное количество цветов и среди них растения которые в зоне где мы проживаем в географической они вроде как и не должны быть но мы любим их настолько что обойтись без этих цветов а я назову кто это это розы обойтись правда уже не можем значит учитывая что это иностранки и как бы да в теплицах в оранжереях даже в старое время далекое было принято высаживать и розы это же красота это запах это это же это же царица цветов и вы об этом все знаете но это царица ведется именно как царица и давайте начнем с того какая почва ей предпочтительнее и в какой географической зоне вы знаете однажды я была свидетелем спора между двумя женщинами которые с пеной у рта и чуть не прямо готовые вцепиться друг другу в сами знаете куда доказывали что доказывали совершенно противоположные вещи одна южанка утверждает что розам нужен перегной они любят кислое и это обязательно а вторая сибирячка говорила вы еще с ума посходили розы любит нейтральную почву так написано в литературе а я хорошо что я была рядом да и я их спор закончила и сказала им что девочки вы зря спорите если у вас теплый край то розе не противопоказана слабокислая реакция то есть некоторое количество перегнуя но желательно бы чуть-чуть туда доломиточки чуть-чуть или золы хотя бы просеянной от березовых дров а сибирячки сказала что а вы дорогая моя тоже правы потому что в холодных зонах как раз роза предпочитает нейтральную почву и тогда с этим старым-старым перегноем четырех там пятилетним которые вы специально готовили или компост старый для розы добавьте туда достаточное количество доломитки или золы чтобы раскислить связать тяжелые металлы которые розе в холодном краю противопоказаны я их успокоила и я надеюсь что вы понимаете о чем я сейчас говорила но мы вот сейчас мы в сибири и делать нечего нужно подготовить почву в посадочную лунку обязательно добавить раскислителя доломитовая мука в данном случае идеально значит хочу остановиться на том и хочу показать вам что у любой розы есть прививочный кулачок вот здесь это хорошо очень видно видите вот именно шиповник который как раз с корнями готов для того чтобы принять черенок розы имеет такое утолщение а почему да потому что сделана врезка и вставлены вот эти три черенка вставлены прям врезаны туда вот это вот знаете оставленную такую вот часть шиповника который вышел над корнями вот здесь корневая шейка здесь корни у шиповника а вот это утолщение появилось когда сделали врезку в ствол выходящий и привили несколько черенков тогда он конечно естественно налился и стал вот таким толстым так что с ним то делать как правильно посадить когда жалуетесь вы что у вас розы почему-то из зимы не выходит понятное дело этот кулачок оказался на поверхности причем еще осенью может произойти страшное поскольку прививка вот сюда сделано вот так она выглядит конечно при охлаждении вот этого кулачка происходит очень печальная вещь просто прививки все от переохлаждения погибают и это очень важно а потом происходит еще одна страшная вещь когда у нас температура я помню такое лето не очень давно когда температура меньше 32 5 градусов не опускалась причем два месяца вот кулачок перегревается и опять прививки погибают помните об этом посадите правильно но сегодняшняя тема уже даже уже не об этом все розы повысадили как я понимаю и жалоб уже вот так что они под замерзли сделайте настой лука возьмите такую охапку на маленькую кастрюльку как вы красти яйца да потом этот получившийся сироп коричневый разбавьте ну хотя бы там наполовину и опрыскайте обмерзшие растения розы в том числе по крайней мере растение восстановится и будет выпускать новые побеги ну естественно цвести расти дальше посмотрите сюда видите вот здесь должен образоваться бутончик его пока нет на каждой веточке розы должен образоваться бутончик вот здесь формируется бутон цветочный вот здесь именно горошек такой появится потом он превратится в большой бутон и засветет как правило чайно-гибридные розы всегда растут там одна две палки и на них там два цветочка не очень красивое зрелище и не для этого мы розу покупали тратите потратив такие хорошие суммы а для того что это был пышный красивый куст я вам предложу два способа чтобы у вас был куст они вот это вот палки торчащие два из земли значит первый способ нужно укоротить вот этот побег для того чтобы из пазух лисьев вышли боковые побеги и одарили нас цветами что для этого надо сделать убрать точку роста точка роста находится примерно где-то вот здесь если мы не уберем он дальше отрастет длинный а мы должны убрать вот здесь я ее обрежу смотрите я не лгу я обрежу это на черенок не годится слишком слабый и слишком зеленый значит дальше вот еще роза стоит здесь побег очень мощный но он к сожалению почти один там коротенькие и сказать по совести вот здесь вот что-то погибает уже недостаточная поливка очень плохой признак значит и мы также берем точка роста здесь а мы отрежем так чтобы не задеть эту пазуху отсюда выйдет побег цветущий но он не один видит их выйдет несколько почти из каждой пазухи либо роза выбросит снизу вот так убираем это нам не надо убираем и это тоже это нам не надо но вот здесь развитие идет только побега здесь тоже он как бы бутончик есть но это очень печально уберем и этот смотрите здесь много таких веточек и вы старательно очень уберете точки роста чтобы сделать куст пышным и очень красивым и это был первый способ теперь второй способ значит для того чтобы не обмануть конечно природу но доставить себе удовольствие в том смысле что вам нужен куст пышный в одну лунку ну примерно 60 70 сантиметров в диаметре купите вы 3 минимум куста максимум 5 чайно-гибридные не вырастают в такой куст в сибири но 5 роз или хотя бы 3 розы создадут впечатление большого пышного куста еще применив и обрезку вы получите цветение невероятно красивая вот эта роза сорт который я обожаю это королева и елизавета queen elizabeth да названная в честь английской королевы много чего названо из растений в ее честь ну она этого достойна и мы высаживая таким образом да и меня всегда спрашивают а чё у тебя роза такая ну чё такая она же чайник я буду да это чайно-гибридная только мне не хочется говорить что там три или пять кустов ну я говорю потому что куда мне деваться я у меня тайн от вас точно не существует и при высадке значит кулачок заглубляем так чтобы три сантиметра над ним было почвы можно 5 ничего страшного а если это плетистая роза тогда вот это кулачок заглубляем на 10 12 сантиметров чтобы роза перешла вот здесь на корни на собственные корни это очень важно вы по и помните что в помещении розы да если вы покупаете из теплицы например розы подготовленные как правило они болеют мучнистой росой и ваша задача принеся их в дом даже если это в магазине это все-таки тоже типа теплицы оранжерея вы должны обработать препаратом хотя бы тапасом тапас хорошо очень работает против мучнистой росы ну поливка им обязательно подкормка обязательно кормите специальными удобрениями кормите нашими вот дачными коктейлями опрыскивайте также как все остальные от болезней и вредителей для любит розу и шлангом хорошей струей мы прямо со всех цвета образовавшихся господи боже мой бутонов будущих мы просто розу очищаем струей воды от ли она снова может появиться ну можете какой-нибудь антитлин или тонрек использовать для этого есть вы ее не собираетесь никакого вреда вам это не принесет но розы осенью надо готовить к зиме это будет следующая программа и очень подробно но только уже к осени ближе на этом прощаюсь всего доброго вам и до свидания а